Камчатский полуостров Для последних земля Камчатка еще во многом терроинкогнито, им еще предстоит сделать большие открытия. Многие из них сегодня трудятся в открытом акционерном обществе Камчат-геология и являются прямыми наследниками дела первопроходцев и первооткрывателей. Геологическая служба России была учреждена Петром Великим еще в 1700 году, окраины оставались в геологическом отношении крайне слабо изучены. И вот первые сведения о Камчатке были получены не из-под пера или не из уст геолога, а биолога, вообще в широком плане человека природоведа, который посетил Камчатку и в 1755 издал книгу. И вот эта книга, описание земли Камчатки, она, собственно, является как бы первоисточником, дает первое сведение о геологическом строении. Даже не столько о строении, сколько о некоторых минералах Камчатки. Поскольку у него там было в книге две главы, одна посвящена горячим источникам и серообразованию, которое на выходе из источника он в видео описал. И второе – это минералы в медную зелень, отметил железо, ну, в песках и упоминает о хрустале. Александр Сергеевич Пушкин, прочитав сочинение Крашенинга «Описание земли Камчатки», записал такую фразу. Камчатка – земля гористая, влажная и печальная. Я бы сказал, еще великая. Во всяком случае, оно описание живое, понятное. И вот долгое время, почти сто лет, почти сто лет после того времени, никто Камчатку не описывал в геологическом плане отношений. И, значит, она по-прежнему оставалась практически слабо изученной. И потом, спустя вот сто лет, где-то в 51-м году, это немец, уже фонд «Дитмар», уже целенаправленно провел на Камчатке целый сезон. Зачало и потом остался там на пять лет. И пять лет занимался изучением Камчатки, причем природных ресурсов, в большей степени с уклоном на ресурсы недр. Но и упоминается опять о железных рудах. Не столько о рудах, сколько о проявлениях железа. По опять о медных проявлениях. Он работал и на Западной Камчатке, и в Средином Хрекке, и на Восточной Камчатке. То есть за пять лет у него была возможность поездить. И вот еще удивительно, что в ту пору не делали различий лета, зима. То есть исследования продолжались практически круглый год. Камчатско-Карайский регион – это огромная территория площадью на 70 тысяч квадратных километров, превышающая Италию, которая находится на стыке океана и континента. В 1895, 1896, 1808 годах, когда уже действовал государственный геологический комитет в России, вот этот вопрос об изучении окраин Российской империи, он стал достаточно остро. И вот эти сведения по Камчатке, поскольку были очень скудными, они, естественно, требовали дополнения. Тогда геологический комитет сформировал во главе с Карлом Ивановичем Богдановичем экспедиционный выезд, причем этот выезд продолжался почти три года. Они высадились в районе Тегеля. Он в сентябре из Тегеля поднялся на Срединный хребет Камчатки, это самый высокий хребет по Камчатке, и прошел по нему 700 километров. Я представляю, что такое сентябрь месяц, 700 километров, в ту пору это что-то было, конечно. То есть он явно возвращался по снегу в Срединном хребте. И вот как раз Богданович является первооткрывателем практически камчатского золота, поскольку он получил первый в шлихе, первое зерно увидел золото. Естественно, это заинтриговало сразу, значит, на возможность большой золотоносности именно Камчатки. Были даны соответствующие прогнозы, и вот эти прогнозы Богданович пытался подтвердить. Он даже закладывал горные выработки, и причем работы продолжали даже по зиме. Фильмы об этом надо снимать, как это все было. Когда нанимали проводников, нанимали там, значит, там 8-10 нарт, значит, с собаками или с оленями, в основном собачьих нарт, рассчитывали продовольствие там на 10 дней, уходило, на самом деле, значит, были в поле 20-30 дней и так далее. Как по зиме ходили, значит, смотрели результаты, что же в шурфах там появилось и прочее. Но, во всяком случае, вот тот район, регион, где Богданович обнаружил золото, он в последующем как раз был самым приоритетным в поисковом направлении и оправдал себя. После Богдановича были такие, ну, экспедиционно-маршрутные исследования до конца века, и уже в 1908-1910 годах уже географы заинтересовались, значит, будем говорить, строением геологическим, в том числе общеприродными ресурсами Камчатки, и был такой меценат, в общем, известный предприниматель Рябушинский, он сформировал на свои деньги экспедицию, и вот эта известная как экспедиция Рябушинского, она достаточно активно работала в 2008-2010 годах. Но продолжение, к сожалению, не получилось в связи с смертью самого Рябушинского, но тем не менее след она оставила большой. И вот активизация-то всех работ на Камчатке произошла только уже после революции. В 921 году в долине реки Богачевки охотники, три охотника были, вот один из них, этот Рюхин, они обнаружили выходы нефти. Эти выходы были признаны, была признана заявка, был дан земельный отвод на работы соответствующие, получила огласку, и с этого времени начался интерес, предпринимательский интерес, значит, вот по изучению нефтяносности Камчатки. Было несколько попыток, будем говорить, получения отводов, разрешения на эти работы, которые к успеху никакому не привели, но тем не менее толчок в изучении – да. И только к началу, ну, к концу 30-х годов, к началу 40-х стали выделяться государственные деньги на изучение, геологическое изучение Камчатки, в основном ее нефтегазоносность, в основном. Эти работы продолжались в том числе и во время войны. И во время войны же, значит, существовало уже, из Шурфа добывали бадьями нефть, это на все на восточном побережье. В 49-м году была сформирована первая стационарная, такая, будем говорить, уже геологическая служба на Камчатке, и 28 марта 49-го года считается днем рождения, так сказать, стационарной, постоянной геологической службы этого полуострова. С этих пор, собственно, надо отметить, что к 40-му году была выиздана очень мелкомасштабная геологическая карта, схематичная геологическая карта под редакцией Академика Заворицкого, геологической карты Камчатки. И даже в ту пору геологи говорили, что на Камчатке белыми пятнами остаются всего 10% территории, все остальное изучено. Представляете, в 40-м годах, когда еще, ну, будет так говорить, в нашем понимании, сегодняшний конь не валялся. Ну, и в этих же годах появляется там, вот начинается практически с 49-го года, точнее даже с 50-го, начинается планомерное геологическое изучение Камчатки уже за государственные средства. Они были начаты геологическими съемками масштаба 1-миллионная, который возглавлял, как мне представляется, один из выдающихся геологов в России, Виктор Андреевич Ермолюк. Когда я работал, у нас даже не было топографических карт. Мы ходили в маршрут, не зная, что нас ожидает вот за любым поворотом. Это придавало даже определенную своеобразную прелесть работе. Идешь и думаешь, а что же тебя встретит? И всегда что-то было новое, до этого неизвестное, и всегда отсюда притягательное. И хотелось, не обращая внимания на усталость, идти все дальше, дальше и дальше. На мою же долю выпало, вместе с моими помощниками, приступить к площадной геологической съемке Камчатского полуострова. Вот тут действительно мы в какой-то мере явились пионерами. Но для нас очень много было сделано. В особенности много хорошего и полезного, и нужного несли такие исследователи, как Георгий Михайлович Власов, Борис Федорович Дьяков и Борис Филиппович Двалин. Они уже к приходу меня с моими товарищами до Камчатки составили схему геологического строения Камчатки, разработали основы стратеграфии, тектоники, которые по сей день не потеряли своего значения. Так что нам пришлось работать не на пустом месте, а, так сказать, уже имея за плечами определенные достижения у наших геологов. У нас не было гордого никакого инструмента, поэтому мы поисково-разведочной работы не вели, а только фиксировали участки, которые можно рекомендовать для постановки дальнейших поисково-разведочных работ. Перспективнее на николь, на платину и платиноиды. Я считаю, что открытие платиноносных объектов в Коряке – это заслуга корякских и всех российских геологов. С 80-х годов на этом объекте работала группа ученых, занималась изучением тектоники движения плит. Они простояли, наручили ледяном больше двух недель. Я так понимаю, что решили свои научные проблемы, но взять в руки лоток и помыть, и посмотреть, что-то из себя представляет вблизи ультраосновных смассивов, им, я так понимаю, в голову не пришло. И поэтому, если бы взять в руки лоток, и промута хотя бы один-два шлиха, я думаю, что, в общем-то, объект был бы найден раньше. Худо-бедно. За последние 10 лет на Камчатке открыты два угольных карьера. На Камчатке начата добыча рудного золота на Агинском месторождении. Начата добыча рудного золота на Ассачинском месторождении. Строится аметистовый рудник, крупнейший будет на Камчатке, с производительностью 4 тонны золота в год. Идутся поисковые работы на целом ряде площадей, в том числе. Вот почему Борис Иванович говорил о съемке, как важна съемка. Съемка дает поисковой площади. Поисковой площади необходимо уже поисковывать, выходя специальными работами. Вот недостаток как раз поисковых площадей, он связан с ослаблением съемочных работ. Сегодня на Камчатке всего работает, снимается всего два листа двухсоттысячного масштаба. Это очень мало для такой огромной территории. И для того, чтобы сейчас подтянуть, будем говорить, и создать поисковый задел, и подтянуть поисковые работы, нам необходимо как минимум удвоить, утроить объемы съемочных работ. Вот о чем болит душа у кадрового геолога-съемщика, отработавшего на Камчатке, Борисович, сколько? 56-й год. 56-й год. Вот так. И мне повезло, что я учился у Бориса Ивановича. Он был старшим геологом, начальником партии съемочной. Мы отработали вместе с ним на Вологинском хребте, на хребте Кумбрач. И, кстати говоря, Борис Иванович является предоткрывателем Кумбрачского, Золотого месторождения, Пшаночского, Никелевого месторождения. И еще целой кучи родопроявлений, которые еще предстоит изучать, изучать и изучать. И изучать, да. Работать один на один с природой очень сложно. Нет ни в библиотеке с собой, ничего. И поэтому зрелый геолог, который сам может уже решать самостоятельно вопросы непосредственно в поле, он созревает в зависимости от способности через 5-15 лет. Вот сейчас мы уже столкнулись с тем, что некому работать. Геологосъемочные работы в Камчатке начались в годах 56-го. Это то, что называется площадные геологосъемочные работы. Самый расцвет их был в 60-70-х годах, когда поступали молодые специалисты, и коллектив весь был в геологосъемочной экспедиции, в Камчатской геологосъемочной экспедиции. Весь молодой, средний возраст был 26-27 лет. Эти работы продолжались интенсивно, проводились интенсивно и продолжались до конца 80-х годов. В 80-х годах объем работ начал резко сокращаться. С одной стороны, это было сокращение ассигнований, с другой стороны, геологи уже, как говорится, вышли из полевого возраста, уходили на пенсию. А молодые специалисты уже не поступали. Лично у меня, я уже к тому времени был начальником партии, когда рассвет геологии был, то в одной партии только было, вот у меня, до 8 человек студентов. Студенты приезжали со всех, со всех концов Советского Союза. И все рвались на Камчатскую, как молодую страну. С Виктором Орловым встретились мы первый раз, когда я работал старшим геологом Камчатской партии. Это был 66-й год. Где-то в мае 66-го года он приехал с товарищем из Томского университета на практику. Практика, по-моему, была после третьего курса. Как студент, он был подготовлен очень хорошо. И через несколько маршрутов ему уже доверили самостоятельный маршрут. Каждому геологу известна масса различных историй, связанных с лошадьми, собаками, переправами, лесными пожарами, зверями, холодными ночевками и даже голодовками. Три главные опасности подстерегают геологов поля. Водные переправы, перевалы через скалистые хребты и звери, особенно медведи. Ласковый Миша, добрый только в песне. В жизни все сложнее. Медведи оставляли геологов без продовольствия, разоряя полевые склады и лобазы, перекрывали проходы по ручьям и снежникам, заставляя людей лезть по кручам. Звери разгоняли лошадей, их потом искали сутками. Медведи убивали и калечили людей, работавших в поле, вынуждая, вместо четырех килограмм продовольствия, брать с собой маршруты оружия, крайне неудобные в горах и на переправе. Великая, необъяснимая тяга к изучению белых пятен, к познанию, к проверке себя на прочность, к романтике, встречам и разлукам, сплачивает вокруг нас людей особого склада. Это слова из захватывающей книги камчатских рассказов Виктора Орлова. Сегодня Камчатка как раз ведет на Камчатке ведутся съемки двухсоттысячного масштаба второго поколения и вот миллионная карта третьего поколения. Вот этим занимаются как раз самые опытные геологи. Но на съемки двухсоттысячного масштаба безусловно смена поколений происходит. Потому что полевая съемка это удел молодежи. Ну, у нас была тымлотская партия, которая провела сезон в этом году. У нас был один человек, не считая двух собак, Лиля, Моня. У нас было очень много в этом году ветров. У нас на каждом лагере был очень сильный ветер и сносило все палатки. У нас был такой случай, что даже палатки все лежат, и у нас палатка осталась целая, хотя там упал весь каркас палаточный и не порвал нам палатку. Это нас спасло. Ну, красивые были маршруты, очень было интересно каждый день делиться, а что у вас было в маршруте, а что у вас. дядя Вова у нас постоянно гонял за дровами, но особенно парней ругался, вроде как по-свойски. Дров было тоже проблемно найти, потому что бирюзового леса не было, он был только кедрач. Шишек в этом году тоже не было, все звери забирали у нас. Медведи ходили очень много у нас в этом году. Мне проще в лесу иногда, чем в городе. То есть я могу в лесу сколько угодно быть. Главное, чтобы была палатка там, не знаю. Мне кажется, можно выжить, это не страшно. Просто бывают люди городские, которые могут и в городе. Не знаю. Мы ходили маршруты. Приличные маршруты ходили, уставали очень сильно. Каждый день, чуть не по вечеру возвращались. Был сезон у нас очень интересный, геологический. Первый сезон полевой Тымловской партии и мой в качестве начальника партии. Ну, не без сложностей, все прошло с приключениями, хорошими и не очень. Да, весь сезон мы передвигались с помощью вездехода. И довольно сложные дороги, рельеф, сложные бездорожья везде. И мы на вездеходе по немысливым каким-то горам спускались. Наш вездеходчик Федор Змилькова, великолепный, нам помогал очень сильно. Медведи, медведи были. Дикая природа, полная красе. Нетронутые человеком места, бездорожье абсолютное, горы дикие, олени, звери разные. Все это как обычно, потому что я уже не первый сезон в полях, уже шестой сезон. Поэтому ничем уже не удивляюся. Не то, чтобы я с детства мечтала быть геологом, но мне просто нравится. Нравится что-то изучать, нравится земля. Я спокойно отношусь к полевым условиям абсолютно, поэтому полевая геология для меня не так тяжела, как для многих девушек, даже моих подруг, которые не представляют, как можно в лесу жить три месяца. Ну, конечно, это не женское дело, это очень тяжело все. Но есть в этом что-то. Первый раз я приняла в 2005 году, начальницей партии была Мария Горовна-Бояринова, ее, к сожалению, нет уже. Сейчас долгое время я работала с Хасановым, Шамильем Газиновичем. Он, к сожалению, вот буквально недавно тоже скончался. И это просто шок был для нас, когда мы узнали, потому что этот человек, на котором просто держалась вот именно съемка на Камчатке, мне кажется, самый такой вот старейший, но тоже наш был. Михаил Тимофеевич Селиванов, с которым я работала тоже. Ну и Борис Иванович Ляднев, конечно, самый, наверное, такой маститый геолог из всех наших. Это люди, которые влюблены в геологию, просто влюблены, и они живут ей. Они не представляют себя без геологии. Образованные, в высшей степени. Мне бы хотелось такой быть, может быть. Хотя, мне кажется, это уже не то время. К сожалению. Я предлагаю лагерь сделать вот здесь, на Аэровояме. Получается, мы захватываем весь профиль, по серединке ставим, нам равномерно доезжать будем. Вот Аэровоям есть. Мы уже определили, вот место под лагерь. Понятно. Вот дорога, все, мы уже пробили дорогу. Нет, смотри, здесь получается начинать, то есть в сейсмах, надо начинать висеть базу здесь строить, и сразу тянуть, и взрывать, и отстреливать. Понятно. Так тебе сюда, то все равно придется ездить отсюда, с этого лагеря. Вот сюда. Так расстояние смотри какое. Тебе доехали люди, и обедать пора уже. Здесь расстояние, примерно, два часа езды, полтора, вездеходом сюда и сюда. Если же поставишь здесь, четыре часа езды сюда, а то и пять, как минимум. Сегодня мы приступили, приступаем к выполнению сейсморазвизащих работ на Пусторецкой площади с целью изучения, определения перспективности нефтегазоносности. Партия наша здесь обеспечена совершенно тем, что необходимо для производства работы. Здесь есть у нас порядка 15 единиц техники тяжелой, бульдозеры, вездеходы. Полностью база привезена сюда, канадской палатки. Очень хорошие для артистских условий. То есть мы сегодня создадим нормальные бытовые условия для людей. Надеемся, что усилия и средства вложены, они не напрасны будут. Мы выполним все заказ федеральный. За один сезон, хотя контракт у нас на три года. Персонал, который мы сегодня завозим сюда, в основном молодежь, люди, которые 25, 30, 35 лет. Казалось бы, что в гелозвездочных работах очень сложно привлечь людей молодых, но сегодня вот на Камчатке получается, что молодые люди с охотой идут работать и работают в таких вот экстремальных условиях. Мы считаем, что Камчатка сама по себе на суше не может располагать очень крупными запасами нефти и газа. Но для этого региона, удаленного, зависящего каждый год от завоза энергоресурсов, очень важно найти хотя бы что-то. Найти, как мы нашли 25 лет назад газ на юге полуострова, и теперь этот газ уже обеспечивает теплом город Камчатский, найти здесь уже и нефть, и эту нефть пустить на переработку и потом использовать для нужд полуострова и не зависеть от зимних или там осенних или летних поставок. Мы это сделаем. Мы обязательно это сделаем. На Камчатке собирался такой определенный Камчатке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok